Я хочу вам показать, ну вот, как цветы Баха выглядят, вы, наверное, знаете, да, вот такие вот, такие вот бутылочки, в них как раз эссенции цветочные, вот у меня таких 38, естественно, да. Да, значит, у нас в Москве они продаются по 10 мл, но достаточно быстро заканчиваются и не очень дешево стоят, поэтому я налогчилась заказывать в Австрии. И там получается, что по той же цене, как в Москве, столько же стоит, ха, здравствуйте, Ольга, я тоже рада, что вы успели, столько же стоят бутылочки в 30 мл, ну, представляете, да, разница достаточно ощутимая. Не знаю, где можно еще приобрести цветы Баха, бывают подделки, Вер, бывают подделки, потому что я сейчас была в Болгарии и хотела купить, и коллеги, которые работают как раз вот с цветами Баха, меня отговорили, сказали, мы тебе лучше 100% привезем из Австрии, потому что там уже есть гарантия, а вот так вот, видите, даже в Болгарии. У нас продаются в аптеках, честно сказать, не знаю, здравствуйте, Нин, здравствуйте, Анна, не знаю, я вот так вот от коллег не слышала, что кто-то купил подделки, но, в принципе, наверное, как и все, хотя мне сложно представить. Усковато, да, ну, согласитесь, ну, мало кто работает с цветами Баха, и я вам сейчас покажу настоящее волшебство. Смотрите, какая у меня есть потрясающая палка, значит, поглядите, вот это вот ручечка, видите, такое вот тоненькое, тоненькое прогулочко, и вот на конце вот такой вот кружочек, наверное, вам видно, да? И к этой палочке еще есть шаманка такой, еще есть вот такое приспособление, еще одна ручечка, здесь вот такой вот, да, проводочек, и вот этот вот проводочек вставляется вот в эту палку, вот. И вот так вот меня научили работать австрийские коллеги, значит, вот в эту, вот эту маленькую палочку берет в руки пациент, пациент, и в другую руку он берет бутылочку, вот так вот это выглядит. А я со своей стороны беру вот эту большую палку и начинаю держать над той бутылочкой, которую держит пациент. Вы видите, у меня двигается вверх-вниз, вверх-вниз, вот это значит, видите, да, вот это значит, что этот бы препарат, если бы не нужно было его использовать для своего какого-то лечения, он бы мне подошел. А вот сейчас я вам попробую показать, не знаю, получится у меня или нет, потому что я вам чисто как пример показала, сейчас я остановлю палочку, вот я взяла еще один препарат, вот давайте посмотрим. Вы видите, он как бы показывает, нет, вот даже сама того не желая, а получился эксперимент. Значит, вот этот вот препарат к мне не подходит. И вот таким вот образом все 38 лексиров, вот такое ощущение, что я прям вас наклонилась и поцеловала, да, отодвигала эту свою волшебную палку. Вот эти вот 38 лексиров мы вот с этой вот очень удобной биолокационной палочкой и проверяем. Вы поняли, да, если вот так вот двигается вверх-вниз, это соответственно подходит. Если вот так, это не подходит. А бывает палка просто держится, это как бы нейтрально, не будет ни хорошего, ни плохого. Понятно, что достаточно сложно их купить, тоже я в Австрии заказывала, но опять же сложно. Если вы работаете, то никаких проблем, все, можно, и я вам там кину ссылку, и кто-то привезет там в Германии, в Австрии. Вообще проблем нет. Но проще работать с маятником. То есть точно так же просто сидит человек, в одной руке держит бутылочку, в другой руке держит маятник. И если маятник кружится по часовой стрелке, это подходит. Если против часовой, это не подходит. Еще проще, да. Но с палкой мне, конечно, лучше, и согласитесь, эффектно, да, такая тык-тык-тык-тык. И пациент уже такой абсолютно завороженный. Ничего себе, у вас тут чудеса какие происходят. Ну вот так я, видите, бодренько заполнила паузу, пока у нас были опаздывающие. И, в принципе, я уже могу начинать. Как сказкотерапевт. Люблю на своих консультациях, на вебинарах, на семинарах обязательно рассказывать сказки и притчи, потому что именно там заложен невероятный опыт, невероятная мудрость. Иногда она приносит значительно больше пользы и инсайтов для человека, нежели просто сказать «делай так и так». Так вот, шел страшный суд. Мимо Бога у его стоп проходила вереница праведников и грешников. Всемилосердный Бог всех направлял в рай. И вот дошла очередь до одного врача. 50 лет он верой и правдой служил своему делу, 50 лет он посвятил лечению больных. И когда он подошел к Богу, тот сказал «Вад его». Врач измолился и спросил «Боже, почему 50 лет день и ночь я спасал больных, я трудился верой и правдой?» На что Господь ответил ему «Я посылал болезни людям для исправления ошибок и заблуждений, для возможности их исправить и стать на правильный путь. А ты каждый раз лишал их этой возможности». И я скажу вам, что в этом действительно заложена невероятная мудрость. И как мы говорили в прошлый раз, исцеление и лечение – это абсолютно разные понятия. Процесс лечения, он пассивный. Процесс дайтери, я согласна, это действительно невероятная мудрость. И когда человека просто лечат, то он передает врачу ответственность за свою болезнь. И он превращается в такую жертву, которая пострадала от вируса, от микроба, от неблагоприятных обстоятельств и так далее. И получая вот такое лечение, человек лишь получает временное облегчение. Но проблема-то остается. И для онкопсихологов, именно в той области, в которой я работаю, нам это наиболее понятно. Потому что очень часто, к сожалению, к великому, к нам возвращаются пациенты, у которых онкология пришла второй раз. Из чего мы делаем вывод? Значит, не услышал человек призыва Божьего, не понял он, как исправить свои ошибки. И вообще не увидел он эти ошибки, потому и возвращается болезнь. Конечно, здесь ни в коей мере не хочу вас убедить, что любая болезнь, вот Бог послал, и ты заболел. Да, есть очень много факторов, но то, что существует и фактор эмоциональной зависимости от болезни, то, что существует и фактор того, как ты живешь, с каким ты отношением к миру живешь, как ты встречаешь этот день, как ты встречаешь разного рода обстоятельства, которые у тебя происходят в этот день, конечно, очень сильно также влияет на то, чем мы болеем и как у нас с вами эта самая болезнь протекает. И не случайно я говорю, если человек держит у себя в душе какие-то негативные эмоции, давайте честно скажем, почему вы от них не избавляетесь, что за выгоду вы там ищете? И однозначно, если мне неудобна обувь, которая мне мала, соответственно, я ее сменю, согласитесь. Если человеку, как он говорит, я хочу избавиться от обиды, давай избавляться. Но если этого не происходит, значит, мы ищем вот эту самую вторичную выгоду. И я вот как раз, так как мы сегодня будем много говорить с вами об обиде, хочу рассказать вам еще одну притчу, которая так и называется «Притча об обиде». Два человека шли по пустыне. Это были два лучших друга. И эти друзья провели вместе очень много времени. И в какой-то момент, ну, согласитесь, стало тяжело друг с другом. Два человека в большой пустыне, и они о чем-то поспорили. И один другому дал пощечину. И тот друг, которому дали пощечину, написал на песке «Сегодня мой друг дал мне пощечину». Но они продолжали свой путь дальше. Пришли, наконец, к большой реке, выйдя из пустыни, и тот, кому дали пощечину, оступился. И другой человек спас его. И спасенный на камне стал вычерчивать «Сегодня мой друг спас мне жизнь». И тогда друг спросил его «Почему, когда я обидел тебя, ты написал на песке, а когда я спас твою жизнь, ты делаешь это на камне?» И он ответил «Пусть все обиды, которые с нами случаются, мы пишем на песке. И ветер забирает их и разносит эти песчинки. А все, что хорошее мы получили от других, мы должны оставить навечно на камне». Посмотрите, какая великая в этом мудрость. Какая невероятная просто мудрость. И мне кажется, мы с вами должны именно вот так, вспоминая вот эти вот мудрые слова, мудрые притчи, и настраивать себя жить именно так. И когда мы говорим совершенно верно, вот как раз Терри написала, что вот у пациентки вернулась снова онкология, наверное, это вот мы можем говорить об этом. Наверное, действительно так, что человек не все понял, не все усвоил. И я могу с абсолютной уверенностью говорить о том, что действительно, когда мы начинаем реабилитировать онкобольных, наш проект, который называется «Опора», бесплатный благотворительный проект психологической помощи онкобольным, то мы, безусловно, очень часто говорим о том, что, как вам кажется, спровоцировало болезнь. И вы знаете, ну, из великого числа, вот если взять 100% заболевших, может быть 20%, когда я не могу понять, почему они заболели. Я не могу понять. Вот именно со своей точки зрения, как с психолога. Потому что абсолютно оптимисты, любящие жизни, окружение, то есть здесь какой-то другой механизм. И здесь для чего-то, для чего, конечно же, все-таки поймет сам человек, болезнь приходит. Но 80% остальных однозначно имели стресс и негативные эмоции перед тем, как болезнь пришла. И вот когда мы с ними работаем с помощью исцеляющих сказок, у нас существует 7 матриц исцеляющих сказок, будем говорить об этом в наших обучающих вебинарах, которые сейчас будут, будем мы говорить об этом обязательно, конечно, на предстоящих вебинарах, вообще посвященных онкопсихологии, то там как раз по этим всеми матрицам есть определенные такие якоречки, когда человек, описывая свою болезнь и от чего она пришла, действительно начинает понимать, как он жил до того, как появилась эта болезнь, почему он был всем недоволен и так далее, и так далее. Ну вот мы, безусловно, можем нашим с вами клиентам, пациентам обязательно рассказывать вот такие вот очень мудрые притчи. И я вам скажу по опыту, набирайтесь этих притч побольше, потому что можно рассказать их 5, и до человека не дойдет. Ну вы просто украсите консультацию, согласитесь, что любая притча, любая сказка – это вот такие вот маленькие бриллиантики на вещи, правда? А иногда одно слово, оно может дать значительно больше, чем вся консультация, это я знаю абсолютно точно, поэтому советую вам от всей души в ваших консультациях использовать притчи и сказки. Чаще всего, почему мы обижаемся? Ну, во-первых, когда мы не можем понять, почему человек живет так, а не так, как нам надо. То есть неприятие свободы другого человека, особенно это часто касается детей. Ко мне приходят мамы, говорят, я каждый день ругаюсь со своим ребенком. По поводу чего? Вы знаете, меня потрясает причина руганий. В 90% случаев это то, что он не заправляет свою кровать и не убирает комнату. Я просто вот в прострации нахожусь, а что нет никаких больше причин? И я ее спрашиваю. Вы объяснили своему ребенку, зачем надо заправлять кровать? Кстати говоря, по последним данным кровать заправлять не надо, потому что если она не заправлена, то там практически не скапливаются микробы. А если заправлена, то у них там целый такой огород рассадник. Но это уже вторично. Спрашиваю, вы объяснили? Нет. Я вас спрашиваю, а зачем? Супор. Потом она мне говорит, потому что так надо. Кому надо? И вот тут наступает откровение. Нет. Так и делай. Тебе надо, ты и делай. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Вы мне можете сказать, что ребенка надо приучать к порядку. Вы мне можете сказать, что он должен научиться делать то-то, то-то, то-то. Но если вы это делаете сами, то ребенок всегда будет повторять за нами. Не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя. Мама сказала, вот ему сейчас 14 лет, он же скоро пойдет в армию. Поверьте мне, как дочери военного, в армии его обучат за три дня тому, чему вы не научили за всю его жизнь. Поэтому, когда мы обижаемся на детей, когда мы им предъявляем какие-то претензии, задайте себе очень простой вопрос. Зачем? И значительно будет меньше конфликтов в доме. Конечно, обида приходит о том, что мы не можем искать причины наших проблем в своей жизни и в себе. Нам обязательно надо это на кого-то свалить. Виноваты все. Родители, которые не дали достойного воспитания. Муж, который думал, что он принц квартиры, а он оказался с мамой инвалидом и без работы. И так далее, и так далее, и так далее. Но мы говорим нашим клиентам, мы живем с вами в несовершенном мире. И мы сами несовершенны. И если бы все было идеально, помните, как говорят китайцы, все время хорошо, тоже плохо. Мы бы с вами ни в коей мере не могли увидеть, где хорошо, где плохо, где счастье, где несчастье. И вот поэтому, когда люди начинают винить не себя, а все окружение и жизнь, это тоже обидно. Хотя, опять же, очень часто приходят люди, у которых происходит такой процесс саморазрушения. Он, наоборот, во всем винит себя. Опять плохо. В каждом человеке живет Божья искра. И мы, видя такую проблему, начинаем потихонечку человека учить азам любви к себе. Говоря всегда о том, что если ты не любишь себя, как же тебя могут любить другие? Обиды приходят и потому, что мы не желаем понять другого человека, встать на его место. А это очень просто. Сегодня мы будем с вами делать такую очень простую технику, диалог в трех позиции восприятия. И вы увидите, как легко можно понять другого человека, прежде чем вступать к ним в конфликт. Или же представляете, какая великая мудрость заложена в сказкотерапии, когда мы можем взять с вами совершенно простую сказку, такую как «Колобок», и попросить взрослого и ребенка рассказать эту сказку от лица разных героев. От бабки с деткой, которые стыкли себе «Колобок», а он укатился, что они при этом чувствуют? От лица самого «Колобка», от лица заимки волка и медведя, и от лица лисоньки, которая такие «Колобока» обманула и съела. Вы не представляете, сколько грани сразу видно характеров, интересов, обстоятельств, конфликтов, а достаточно просто рассказать сказку с разных сторон, посмотреть вот эти вот блестящие грани. Поэтому, ну и, конечно, вот видите, да, нежелание дать другому человеку право на ошибку. Почему мы думаем, что мы можем себе это позволить, а другие – нет. Конечно же, это большая ошибка. Каждый может ошибаться, не каждый может в этом признаться, не каждый может спросить прощения. Мне кажется, надо осознать это и быть выше этого. Просто надо действительно научиться очень сильно любить себя, чтобы на такие вещи не обращать внимания. И вот, например, есть очень простой способ, как можно избавиться от обиды. Но, опять же, простой способ. Вы понимаете, что люди, у кого развито воображение, для них это просто. У кого не очень развито воображение, им так как-то посложнее немножко дается. Но я вообще за то, чтобы обучать наших клиентов разного рода медитации. Не такой, прям, как вот делают это просвещенные, да, а вот такой вот очень простой медитации, которая действительно поможет избавиться от этой самой обиды. Вот как выглядит самая простая? Говорим клиенту, вам надо удобно сесть, вам надо отключить телефон, вам надо, может быть, если вам помогает, включить расслабляющую музыку, закрыть глазки и задать себе очень простые вопросы. Кстати говоря, вот эту технику, можно ее назвать, избавляйтесь от обид, вы можете провести и вместе со своим клиентом на консультации. То есть здесь все зависит от того, как вы строите свою работу. И вот когда человек уже полностью готов к работе с нами, мы предлагаем ему закрыть глазки и ответить про себя на такие вопросы. На кого я обижаюсь? На человека? На что именно я обижаюсь? На то, что он сказал или что он сделал? А может быть, я обижаюсь на свою реакцию? И кому надо, чтобы я обижался? Согласитесь, все очень просто. На кого я обижаюсь? На человека ли? Что он сказал или сделал, что я обиделся? Обижаюсь ли я на свою реакцию? И кому нужно, чтобы я обижался? Какие потрясающие откровения у вас будут? Вы даже не можете себе представить. И вас, если вы попробуете эту технику, и ваших клиентов. Потому что в конечном итоге, на тот самый последний вопрос, кому надо, чтобы я обижался, вы чувствуете, какой будет ответ? По сути, никому. А если это надо себе, ну тогда продолжай обижаться и не приходи с этим. Правда же? Поэтому вот такая вот очень простая техника, конечно, она идет в некой пролонгации. Мы можем... Ага, повторю, конечно, Надежда. Итак, вот можно даже, я сейчас подумала, можно даже сделать вот таким вот образом. Когда клиент садится, вы можете вот эти ему пять вопросов задавать, и либо он, закрыв глазки, представляя образы, будет вслух вам отвечать, либо про себя, как угодно. Итак, вопрос первый. На кого я обижаюсь? Второй вопрос. На человека ли я обижаюсь? Третий вопрос. На то, что он сказал или сделал? Четвертый вопрос. Обижаюсь ли я на свою реакцию? И пятый вопрос. Кому надо, чтобы я обижался? Все очень просто, правда? И чаще всего наши с вами обиды, это, как я уже сказала, либо неприятие себя, либо неприятие другого. И когда мы обижаемся на другого, не случайно говорят, в этом есть и что-то в нас самих, на то, что мы обижаемся. И поэтому много можно почитать на эту тему книг, можно походить на семинары и так далее, но не получив собственного опыта работы с самим собой, не научившись справляться самому с этим, трансформировать свои эмоции, это все так и останется на уровне духовных практик. Вы знаете, я вам скажу, я стала бояться людей, ко мне же приходит достаточно много психологов, много есть интересных семинаров, которые сейчас очень популярны. Ну, прежде всего, что касается обучения и цветов Баха, и вот сказкотерапии, и онкопсихологии, и непосредственно, конечно, с работой с метафорическими картами, приходит много психологов, и когда приходит такой, я про себя его называю, просвещенный, который говорит, я столько прошел духовных практик, знаете, у него такая каша в голове, что я таких людей просто начинаю опасаться. Все в одну корзину, все яйца, все на свете, и Тибет, и Индия, и расстановки, и холотропное дыхание, и карты, и экзистенциаль, но все на свете. Я все время думал, зачем ты все это столько берешь в одну кастрюлю, у тебя не получится ни борща, ни салата оливье, у тебя вообще мешанина, которой невозможно есть. То есть люди сейчас настолько в этих духовных практиках погрязли, не перерабатывая это, и не беря у себя свой собственный опыт, что, к сожалению, это зачастую становится более вредно, нежели, наоборот, полезно. Соответственно, нужно понимать, что даже вот действия окружающих, которые происходят, они не потому делают, чтобы нас с вами обидеть, а наоборот, смотрите это на то, что это дается, чтобы нам подрасти, чтобы понять, чтобы стать и терпимее, и опытнее. И вообще, согласитесь, обижаться глупо. Все стоят на самых разных уровнях развития. Как я обижусь на ребенка? Ну это же смешно. Например, мы стоим с вами на пятой ступени, а давайте не будем обижать наших партнеров, но ко мне часто приходят женщины, которые говорят, я выросла из него, как из старого платья, вот я уже вот тут, а он вот тут. Тогда тем более, зачем же ты на него обижаешься? И мне кажется, что каждый раз, когда вы вдруг обиделись на человека, проговорите про себя очень простую фразу, спасибо, учитель, спасибо, что ты учишь меня терпимости. И совершенно по-другому будет вообще выглядеть вот эта ваша обида и диалог с этим. Ну и, как я уже сказала, очень много болезней от обиды. И вы видите, да, если вообще как таковые обиды, то вот они оказывают и откладывают и камни в печени, и в желчном пузыре, и так далее, и так далее. Вот если женщина обижается на мужчину, то это очень часто и щитовидка, и молочные железы, и матка, и, конечно же, это онкология, когда нет вот этой вот гармонии. Вы знаете, что заметили? Что если женщина вдруг пережила жуткий страх за своего ребенка, например, он сильно заболел, была какая-то стрессовая ситуация, или же, не дай бог, умер, часто молочные железы страдают. Видите, все очень и очень взаимосвязано. Когда у человека чересчур чувство вины развито, или наоборот, чувство долга, то это мочевой пузырь совершенно четко отказывает. Как я вам уже сказала, существует такая вот очень хорошая книга Луизы Хеи, где вот она по психосоматике, она смотрит, как у нее вот эти негативные эмоции связаны с болезнями разных органов. На досуге можно почитать. Я не могу вам сказать, что это вот для вас должна быть Библия в психологии. Просто посмотреть, просто что-то взять для себя достаточно интересное. Но вот я вам открою один секрет. Вот как важно, чтобы вы соответствовали ну вот тому, что вы проповедуете. Вот вы сейчас поймете, о чем я говорю. Я когда прочитала ее работу, мне как-то она не попадалась внешне. Ну, так получилось, я не видела, как она выглядит. Я прочитала ее работу, мне показалось очень много, что интересно. Я так взяла на вооружение. И не все, конечно, ну вот много. И показалось, что даже можно вот как-то дальше это продолжить. И вдруг, совершенно случайно, я увидела ее фотографию. Вы знаете, у меня была такая фрустрация. Я вам расскажу, почему. У нее лицо это сплошная пластическая операция. То есть, вот все, что можно сделать в пластике, у нее на лице сделано. Когда человек попадает в аварию, когда он горит, когда у него там ну какие-то проблемы действительно связанные вот с чем-то, и ему делают лицо. Все понятно. Это тут не вопрос. Но когда себя человек проповедует то, что излагай миру позитивные эмоции, живи, любя себя и других, и ты будешь счастлив, при этом себя украшает вот так вот внешне массовыми пластическими операциями. Знаете, у меня такая случилась вот реально фрустрация, и я перестала, не то, что я не беру то, что она говорит, беру, беру, многие вещи, говорю, посмотрите, почитайте, найдете ли вы вот эту вот связь какую-то между своими эмоциями, болезнями. Вот, хотя для меня самая, конечно, большая связь все-таки это вот все негативные эмоции с онкологическими болезнями, потому что я с этим поработаю более всего, да, но вот такая вот фрустрация у меня произошла. Поэтому, как мы говорим, не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя, и то же самое, если вы что-то проповедуете, вы должны действительно этому соответствовать. Если я говорю, что в сказкотерапии есть один из принципов, это принцип самодисциплины. Я берегу себя и люблю себя, и не пускаю в себя негативные эмоции, потому что они меня разрушают. Я и живу так же, и у пациентов своих обучаю жить так же. Я это принимаю, да, и я это исповедую. А когда, в общем-то, делаешь одно, а внешне выглядит другое, ну, согласитесь, вот может получиться такая же штука, как и у меня. Ага, Ирина, видите, а я думаю, что мне не так, и что мне не нравится. Но видите, не одна я вот с этим как-то так столкнулась. Поймите меня правильно, я, конечно же, не против каких-то пластических операций, годы идут, и я всегда наоборот за то, что мы должны нашим пациентам демонстрировать нашу успешность, потому что если мы успешны, к нам есть доверие, правда, если мы успешны, значит мы лечим, значит мы помогаем, значит мы работаем, значит мы должны хорошо выглядеть, быть, что называется, простите меня за это модное слово, в тренде, но когда это явно бросается в глаза, согласитесь, все должно быть в меру. Что еще хотела вам сегодня рассказать, прежде чем мы потихонечку подойдем к нашим с вами техникам? Наверное, очень важно, когда мы с вами обижаемся, научиться вот этому самому прощению, потому что прощать, конечно, очень и очень непросто. Перестать обижаться, да, это одно, а вот еще научиться прощать, это совсем другое, поэтому здесь в прощении тоже есть такие вот некие ступеньки, к которым тоже стремимся, и конечно, первое, что мы говорим нашим пациентам, что нужно сделать, это действительно для начала вообще отказаться от обиды, а особенно от мести, когда ко мне приходят мстительные женщины и им изменяют мужья, боже мой, что мне рассказывают? Вы не можете себе представить, какие ухищренные способы предлагаются, чтобы отомстить неверному мужу, и иногда вся консультация посвящена единственной теме, отдай месть высшим силам, там разберутся, не делай этого, от того, что ты отомстишь, тебе не будет легче, ну вот, не знаю, не всегда такие вещи получаются, но к этому мы все-таки стремимся, поэтому первое, к чему идем, найди себе в силу простить и отпустить ситуацию, если он виноват, пусть ему наказывают другие, вот это как раз вот и вытекает второе, что откажись от наказания и от мести, потому что когда мы мстим, мы все равно вступаем в связь с этим обидчиком, и мы вот, мы не можем вообще от этого как-то отойти, все время эти навязчивые мысли, все время думаем, как получится, в общем, это ужасно. И, конечно, третье, надо научиться прорабатывать и отпускать свой негативный опыт, и здесь как раз может помогать и медитация, и вот я вам расскажу, что сейчас вот руки не доходят, но вот сегодня вечером уже себе сказала, все, проведу вебинар и железно сделаю. У меня была на днях клиентка, и с ней получилась очень красивая техника. Мы с ней переработали, клиентка была в запросе, никак не можешь встретить мужчину, вот того мужчину, который ей было действительно подошел, потому что вот было четыре мужчины, ну вот сплошной, как она говорит, негативный опыт, и мы с ней с помощью метафорических карт преобразовывали негативный опыт, позитивный опыт, и что из этого получилось? И вот обещаю, что сегодня вебинар проведу, и на Б-17 или в нашу группу по метафорическим картам обязательно выложу вот этот вот расклад. Посмотрите, интересно, как негативный опыт переработать в позитивный, и как, естественно, сделать клиента спокойным и вот умиротворенным. Все придет тогда, когда надо. Так вот, если мы с вами говорим о техниках освобождения от обид, то вот мы на самом деле можем с вами взять вот такие очень простые техники. первое храм, да, в двух словах расскажу, возможно, вы ее знаете. В группу положу, Елена, обязательно. Хорошая. Знаете, техник много приходит, вот я посчитала, у меня примерно 100 техник, но, во-первых, некоторые, мне уже кажется, как-то они даже привычные, не очень интересные, а вот такие, которые остаются в памяти, я, конечно, с какой-то проблематикой, с каким-то клиентским случаем, я, конечно, записываю и в Facebook выкладываю. Значит, храм, итак, мы настраиваемся, да, мы говорим клиенту, настройтесь на мысленную работу, отключите все звуки, все как обычно. Музыку включаем соответствующую и говорим, представьте себе, представьте себе, что вы находитесь возле древнего храма, ворота распахнуты, и вы входите в сказочный храм и встречаете своего обидчика. представьте ему, что он ребенок, что ему всего 5-6 лет, на лице ребенка видно, что он испуган, что он чего-то не понимает, и в то же время он осознает, что совершил ошибку. И представьте, что он обращается к вам, будучи ребенком, и просит прощения. прощения за то, что он сделал в ваш адрес. Если вы хотите, вы можете высказать ему все свои отрицательные эмоции, но не знаю, сможете ли вы это сделать неразумному дитя, но если вы почувствуете в этом потребность, выскажите все, что накопилось. После этого попросите у этого ребенка прощения и идите дальше. Посмотрите, что в этом храме, посмотрите, какой он, посмотрите, какое у него убранство, напитайтесь силой и спокойствием и возвращайтесь обратно. Очень красивая техника. Вообще, клиенты чаще всего ленили, скажу вам честно. Поэтому, если давать, например, такую технику, как домашнее задание, ничего не делают. Из кабинета вышли полной решимости свою жизнь изменить. Дошли до остановки, на этом все закончилось. Поэтому, чаще всего, я вот рассказала вам такие ключевые моментики. Я просто кладу их на кушетку, включаю соответствующую музыку и для них делаю, очень красивый ринг, правда, и для них делаю вот такой вот транс. А учитывая, что я что транс, что сказки, уже пишу с полпинка и очень удобно, когда ты транс делаешь под клиента. Вот вы такие мои крючочки услышали, как это выглядит. Да, увидеть ребенка, сказать все ему и спросить прощения и уйти. Но глядя на клиента, я уже могу добавить и какие-то метафорические вещи, связанные с ним, да, чтобы для него это было наиболее понятно, чтобы этот транс был только его. Получается классно? Реально получается классно. Еще одна техника, цветы, отличная. Люблю ее невероятно, и она, периодически, вообще люблю техники, когда говоришь клиенту, он тык, и впадает в ступор такой, здорово. Значит, эта техника позволяет разрывать шаблон мышления. То есть, мы так же говорим, представьте себе, что вы закройте глазки, да, сейчас закройте, представьте, опять же, вспомните ситуацию, когда вы обиделись на собеседниках, причем просим это сделать во всех подробностях, да, детали, как это все внутри проявляется, как обиделся, вот эти бесконечные разговоры, да, согласитесь, мы все время ведем какие-то диалоги с нашим обидчиком, нам поздно приходят слова, которые вы должны были сказать и так далее, и так далее. И вот, когда уже все, обида вас прям накрыла, хочется встать, бежать и набить кому-нибудь лицо, мысленно представьте, что в руках у вас появляется огромный букет, огромный, там офигительные, простите меня за это слово, красивейшие цветы, и перед вами стоит ваш обидчик, и вы эти цветы ему дарите, отдайте это с легкостью, знаете, ради чего? Просто посмотрите, какое недоуменное у вашего обидчика при этом будет лицо. И вот, когда вы увидите это недоуменное лицо и удивление, то обида уходит, и действительно легко простить. Очень интересная техника, и я ее очень люблю, но я вообще давно никого не обижаюсь, но в принципе, когда вот с клиентами работаешь, то получается совершенно эффектное ощущение, они такие абсолютно ошарашенные, потом иногда говорят, мне ночью приснилось, то-то-то-то, ну здорово, да? Значит, работает. Еще одна техника называется «Я свободен». Вот эту технику все-таки больше нужно использовать, когда прошел острый период обиды, и вот уже человек как бы готов от этого негатива избавиться, но вот еще что-то немножко ему мешает. Здесь вот такой вот у нас текстик, который похож, ага, классно, правда, который похож на такую вот аффирмацию, да? Сажаем человека, хотите вы ему говорите это, а хотите, помните, как клятву, когда люди женятся, произносят за священником, пусть он за вами произносит эти слова, то есть это не принципиально, то есть примерный текст такой, «Я полностью прощаю имя обидчика, я прощаю его без всяких условий и ограничений, независимо от того, хочет он, чтобы я его простил или нет. Я прощаю его, потому что я свободный человек, и я отказываюсь носить груз обиды в своем сердце. Я освобождаю себя от негативных мыслей по отношению к имени обидчика, и я чувствую, что по мере того, как я произношу эти слова, обиды уходят из моего сердца и мне становится легко. И я совершенно свободен теперь от этих негативных мыслей, и я желаю имя обидчика здоровья физического и духовного. Я обиды больше не держу». Вот примерно такой вот текстик может за вами повторить человек, и действительно классно работает. Вы спросите его, что вы чувствуете сейчас и так далее, и так далее. Конечно же, давайте говорить откровенно, мы же с вами не боги, да, и не волшебники. Взмахнул такой палочкой, хоп, и все свободны от негативных эмоций. Ну, то, что это классно работает, и то, что если человек хочет, то мы, конечно же, им поможем. Еще один замечательный способ. Свеча. Я вообще свечки использую, и когда мы прощаемся с близкими, когда мы никак не можем отпустить их из сердца, да, при утрате. Ну, вот год примерно, период горевания, здесь все понятно, надо отгревать. Ну, вот у меня была клиентка 8 лет, как ушла мама, 8 лет, и только начинаем о маме вспоминать, и сразу слезы. Ну, 8 это много. Никто не говорит о том, что мы забываем утрату, но все равно она как-то трансформируется, да, согласитесь, а тут 8 лет. И вот эта вот свеча, она тоже так очень хорошо работает, когда можно с помощью свечки проститься с человеком. То есть, надо зажить свечу, не имеет свет, какая, просто свеча, в данном случае мы работаем с огнем. Удобно сесть перед этой свечой и огню проговорить все свои переживания, все, что тревожит вас, все, что волнует, и представить, как вот в пламени, там же воск немножечко, да, представить, что все это вот ваши негативные эмоции, которые сгорают вместе с пламенем. А вот если мы говорим о том, что с помощью свечи можно попрощаться с близким, то тоже самая прекрасная техника, когда мы на эту свечу наговариваем все, что у нас болит, наговариваем, как мы скучаем, как нам больно, как обидно, как хочется хоть немного снова побыть рядом. То есть, все, что накопилось, все, что мы не можем выговорить дальше или кому-то, да, и вот проговоривши, а иногда бывает это очень долго, мы как бы прощаемся таким образом с человеком, и мы говорим эти слова, что я остался жить дальше, тебя нет, но я знаю, дальше что, на что надеется человек, либо что мы обязательно встретимся, либо что ты останешься в моем сердце, и вот после того, как все это проговорили, на эту свечу, то человек выдувает свечку, и она, в общем, загорается, и так же легко. Значит, Ирин, если обида на умершую маму, мне кажется, то же самое, то же самое, на свечу, вот наговорить, мама, почему я обижена, но есть традиционно, письма писать, тоже хорошо помогает, но все зависит от того, хорошо ли человек пишет, как ему это, когда он выплескивает на бумагу, а есть, когда лучше наговорить, ну ты же так не будешь просто так сидеть и говорить, мама, я прощаю тебя от обиды, а когда мы свечу зажигаем, то это очень символично и метафорично, и человеку легче, поэтому просто наговорить на свечу, да, мама, тебя сейчас нет, но я продолжаю на тебя обижаться, я обижаюсь на тебя на то, на то, на то, на то, и это обида, и вот этот текст, да, но это мешает мне, это мешает, и я хочу жить дальше, поэтому пусть мои обиды сгорают сейчас вместе с этим пламенем, то есть вот таким вот образом, метафорично, пишем сказки, пишем для наших клиентов тексты, они очень и очень им помогают, да, то есть все здесь понятно и здорово работает, ну и последняя вода, ну с водой вообще красота, да, конечно здорово, когда у нас, вот, совершенно верно, письма разговоры, об этом, об этом, вот это вот точно, стол поставить, не могу сказать, мы все время, вот я за эклектику, набирайте массу техник и пробуйте, что кому подходит, у вас должно быть в арсенале, прям вот штук так 50-60 хороших каких-то таких моментов, есть очень простые, есть посложнее, но все обязательно придет, и вот, кстати говоря, насчет писем, мне тут, решил ко мне прийти один клиент, его передал мне психолог, который почему-то с ним не стал работать, и клиент, значит, мне пишет, хотел бы с вами встретиться, а я была в командировке, хотел бы с вами встретиться и прийти к вам с бывшей женой и с пятилетним сыном, то есть представьте, какая может быть консультация, он, бывшая жена и пятилетний сын, что такое пятилетний сын, пятилетний сын, это мальчик пятилет, которого все время надо развлекать, что тогда мы будем делать с бывшей женой и с ним самим, поэтому я ему сказала, пятилетний сын пойдет отдельно, скорее всего, сначала вы, потом бывшая жена, потом мы вместе, и после этого уже дальше решим, Но я должна понять, что у вас происходит, но не потому, что мне действительно это важно, хотя это интересно, а, как вы понимаете, есть такой очень терапевтический ход, когда человек описывает свою проблему, ему самому многие вещи становятся более понятны, он их прописывает на бумаге. И я его попросила, немножечко опишите, что у вас произошло, и он мне пишет, значит, он считает, я считаю, что должен быть визуальный контакт, а не какие-то там писульки на бумаге, для меня более эффективна личная встреча. Я его не взяла, я его не взяла, потому что если он считает, то это зачем он идёт ко мне? И если я сказала, опишите, значит, надо довериться и описать. Я очень легко отказываюсь от таких клиентов, потому что они вскроют мозг, и вы не получите того самого кайфа, простите за это слово, и удовлетворения, когда вы понимаете, что после консультации человек выдохнул, и он пришёл и получил то, что хотел. Соответственно, вот этот момент опишите, это тоже такая лакмусовая бумажка. Готов ли человек включиться в работу, или он к вам придёт и будет навешивать на вас все свои проблемы, обиды и так далее, и при этом ждать, что вы такая, хоп, всё прошло, иди счастливый мой домой. Вот, ну и что касается воды, значит, в идеале, конечно, лучше всего, если это водоёмчик, может быть, если дома есть фонтанчик, клиент-вампир, точно, Елена, клиент-вампир. Вот, но на самом деле вы правы, будет вот это высасывать всё на свете, и мозг, и силы, и энергии, и так далее. Подойдёт кран, включённый водой, который шумит, но можно фонтанчик, если он есть дома. Садимся перед этим, каким-то водоёмом, да, фонтанчиком, краном и так далее, и вот как мы с вами на огонь высказывали, так же люди высказывают все свои печальки на воду. И вот вода течёт, знаете, что интересно, я наблюдала такую вещь, сидела совершенно, причём я это делала у себя в офисе, никак не могла пробить тётеньку, ну никак. Вот она пришла с таким количеством негативов на всё, на мужа, на детей, на сотрудников, ну короче, весь мир в негативе. Вот, но я скажу вам, она пришла ко мне с какой-то такой детской верой, что я помогу, что, ну уже тут какое-то дело чести, что ж человек там ехал, был, был, знает откуда, всё поперекробовала, думаю, ну нет, нет. И знаете, что удивительно было? Вот она такая тихонькая, скромненькая, откуда столько вот негатива, никогда не подумаешь. Я её включаю в воду, отправляю в ванну, включаю там еда, чуть-чуть делаю приглушённый свет, и здесь у себя включаю специальную музычку медитативную, говорю, всё, что хотите, наговаривайте в воде, не мне, в воде. И через какое-то время я вдруг слышу, что она повышает голодь и уже начинает на повышенных тонах. Такое ощущение, что с кем-то разговаривает, я так тихонечко подошла, слушаю, вы не представляете, как она ругалась матом. Вот вы не можете себе представить, я поразилась, как вообще взрослый человек, никогда не подумаешь, и вот так вот может не матюкаться. И вы представляете, вот она их всех покрыла трёхэтажным, она вышла щёки розовые, довольная. Я сама не ожидала, честно, кто бы мог подумать, что вот так вот кран с включённой водой, так он её подействовал. И хорошо получилось, и дальше мы уже смогли переработать, и брали и деток, и брали разрядка, точно совершенно разрядка получилась. Видите, на воду. Поэтому пробуйте, пробуйте всё, что можно. И ещё в заключении по поводу обиды, по поводу мести, мне очень нравится китайская мудрость. Один китайский мудрец сказал, если ты решил посвятить жизнь мести, тогда вырой две магии. Согласитесь, как это мудро, правда? Ну и дальше мы с вами уже отправляемся за практикой, да? Мы с вами в прошлый раз делали про мой кризис, а вот эти мои замечательные карты Николета Чиколи, и я вам сказала, любую негативную эмоцию можно разложить вот на этих картах. Любую негативную эмоцию. Сейчас я вам расскажу, какие вопросики мы задавали вот этим вот картам, и потом прям расскажу, какая получилась просто сногсшибательная консультация, опять же, благодаря карт, когда реально женщина избавилась от многолетней обиды, которая её мучила невероятно. Значит, из Николета Чиколи вы видите шесть карт. Итак, первый, в закрытую, да? Первый вопрос, как моя обида выглядит? Второй вопрос, откуда она ко мне пришла? Третий вопрос, что плохого она мне даёт? Четвёртый вопрос, какую выгоду я получаю? Пятый вопрос, что будет, если избавлюсь? И шестой вопрос, что будет, если не избавлюсь? То есть то, как работали с кризисом, да? Давайте ещё разик повторю. Итак, как обида выглядит, то есть всё логично, нет смысла даже что-то придумывать. Вот очень логично про обиду, да? Как она выглядит, откуда она пришла, что даёт плохого, что даёт хорошего, что будет, если я от неё избавлюсь, что будет, если не избавлюсь. Всё просто. Значит, после того, как мы с вами вот это вот сделали, дальше я прошу клиента вскрыть и, соответственно, рассказать, а где у меня второй шаг, извините, сейчас верну. Вот он так, второй шаг. То есть я прошу клиента вскрыть и рассказать вот о том, что происходит. Вот так вот по картам. Я потом сейчас вам сначала расскажу, как техника, а потом консультацию клиента прям покажу конкретно. Очень здорово получилось. Значит, после того, как он мне всё рассказал, как выглядит, откуда пришла, что с ней будет, если избавиться, что будет, если не избавиться, значит, дальше мы решили посмотреть на карту ответ. Итак, что я буду, что будет со мной? То есть, видите, две последних карты. Если я избавлюсь от обиды, беру карту. И что будет со мной, если я не избавлюсь от обиды? И вот на эти две карты, что будет со мной, если избавлюсь, я из субличностей вынимаю карту и кладу своё ощущение, что я буду чувствовать, если я от неё избавлюсь. И то же самое из субличностей кладу вторую карту на обиду, которой не избавлюсь. Вот видите, да? Если я избавлюсь, вот у меня тут человечек бежит, вот так я себя буду чувствовать. А если я не избавлюсь, вот там вот стоит девочка на столике, и в неё там что-то плюются, кидаются, её там что-то заставляют. Вот это вот я не избавлюсь, да? То есть, вторые мои карты, второй расклад, это достать, избавлюсь, не избавлюсь, две карты, как я себя при этом буду ощущать. Для чего я это делаю? А вдруг человеку не надо сейчас избавляться от обиды? Нет, клиент все достает, это я вам просто так говорю, я, клиент все достает, я только ему рассказываю, что доставать, конечно, это же мы с ним, да, делаем. Значит, что там у меня дальше происходит? Дальше у нас с вами происходит, ага, происходит, я уже так, что я, что клиент, мы прям с ними сроднились, да, во время техники. В открытую значит нет, все работаем в закрытую, если что-то в открытую, я вам буду рассказывать, а вообще все в закрытую, так же интересней, согласитесь. Вот у нас с вами карта, вот что будет с тобой, если ты от обиды избавишься? Клиент в закрытую достает, вскрывает и видит, ничего себе, я бегу, да, а вот что будет с тобой, если ты не избавишься? В закрытую достает, открывает, ух ты, меня там будут все обижать, я буду до скончания века вот такой вот девочкой и обижаться. Так, что у меня дальше происходит? Дальше у меня происходит следующее. Я прошу из охов достать пару карт на запрос. Все в закрытую, помните, да? На запрос. Как мне жить дальше? Просто мне уже нет сил в презентации выкладывать в закрытую, в открытую, поэтому я вам просто говорю. Итак, видите, первая у нас картиночка на запрос из охов достать, как мне жить дальше. После этого из ресурсной колоды, ресурсная колода, в данном случае вот эти чудные кони в карусели, это у меня тайны моей души. Значит, из ресурсной колоды, где мне взять на это силы? И последняя карта, это реки. А эта карта достали на запрос, что будет с моей обидой, да, если я начну вот так вот жить, если у меня будут на это силы, и что с моей обидой будет. То есть, если вы хотите, я вам еще разик сейчас все повторю, но повторю уже непосредственно в консультации с клиенткой, и вам будет проще понять, о чем речь. Итак, клиентка Илона, 43 года, не может простить маме, что она всю жизнь любит младшую сестру больше, чем ее. Из-за этого женщина живет непонятно какой жизнью. Она всю жизнь, 43 года, представляете, да, она всю жизнь доказывает, что она тоже хорошая, что не хуже, чем сестра, что и у нее есть семья, и карьера, и квартира, но ей все равно кажется, что мама ей недовольна, и мама все время, пример Илоне, ставит младшую дочь. У клиентки вечные стрессы, она себя ожирет поедом, недовольство с жизнью, с мужем уже есть проблемы. Если нет рек, ой, любой ресурсной колодой, мареной замените, хабитатор замените, вообще нет проблем. Реки это ресурсик, да, вот, ну, любую, давайте, чтобы вам было понятно, что мне такое вам, сейчас марену достану, погодите, вот, в закрытую говорим, давайте посмотрим, если вы избавитесь от обиды, что с ней станет? Ну, посмотрите, вот, достала, да, вы сможете справиться, да, плюнуть в нее, и вы охотник суперский, у вас утки посыпятся, и все. То же самое, нет тайн, берите любые колоды, не проблема. Если ресурсные, то это ресурсные. То есть вам проблематика понятна. Итак, как выглядит моя обида? Смотрите, что она мне рассказывает. Так и есть. Обида жонглирует моей жизнью, это точно я. Откуда она пришла? Прямо вам дальше зачитываю, что она говорила. Какая странная карта. Вы удивитесь, но я сейчас вспомнила, что когда мама в детстве давала нам торт, то сестре всегда вырезали серединку с кремом. А мне что останется? Вот сейчас вспоминаю, и слезы наворачиваются. Я поняла обида именно оттуда. Что плохого она мне дает? На картинке вижу бабочку, в которую бросают дротики, и она не может улететь. Так и есть. Мне кажется, что меня вечно сравнивают на смешке. И даже муж стал повторять слова мамы и сестры, что я неудачница. Это просто невыносимо. В чем выгода? Вопрос всегда. Выгода? Да что вы, как можно? Какая же выгода? Тут тоже было у меня сопротивление, но тем не менее, у меня, я имею в виду у нее, при мне, да? Но тем не менее, она говорит, в погоду я обезьяна, и вижу короля обезьян, даже не зная, что сказать. Даже не зная, что сказать. Поэтому я спросила ее три вопроса. Что вы делаете, когда обижаетесь? На что вы обижаетесь? Как ведет себя мама при этом? И вот, отвечая на мои вопросы, она говорит, ну, когда я обижаюсь, а теперь обратите внимание, я перестаю общаться и плачу. Могу ничего не делать по дому, потому что нет настроения и руки ни к чему не лежат. Мама начинает звонить и говорить, что я все придумала, ну, а муж успокаивает, как маленькую девочку. То есть вы хотите сказать, что я веду себя как капризный король и получаю выгоды от обиды? Она меня спрашивает. Странно, никогда об этом не думала. Итак, что же будет, если я от обиды избавлюсь? О, хорошая карта. Спокойная какая-то, довольная. Это что же получается-то? Это если я от обиды избавлюсь, то это все-таки мне даст свои плоды, и я успокоюсь? Ну, здорово. А что будет, если мне избавлюсь? Боже, какой кошмар. Моя обида будет рожать еще кучу маленьких обидок. Какой ужин. Видите, да, как она все это расшифровала? Здорово, куча маленьких обидок понравится. Ну, что дальше? Итак, как же я буду себя чувствовать, если решу от обиды избавиться? Бежать. Мне надо бежать. Но знаете, говорит мне она, я терпеть не могу бегать. Это меня раздражает. Не люблю ужасно. Складно невероятно. Все как по писаному ложилось. То есть бежать надо, но бегать она не любит. Ладно. А что будет, если я от обиды не избавлюсь? Она мне говорит, еще хуже. Вижу какую-то маленькую девочку, над ней все смеются, и она плачет. Это что ж, я так себя веду, когда обижаюсь? Даже не знаю, что сказать. Говорю, давайте смотреть, что жить дальше. Как нам, да, что делать и как жить дальше? Итак, достаем карты в закрытую, как же нам жить дальше, и открываем их. Она говорит, я вижу слово изменять и гроза. Похоже, что мне надо изменить свое отношение к этой обиде. То есть гроза для меня как раз обида. Но ведь есть люди, которые грозу не просто не боятся, а могут еще и полюбить. Она говорит, никогда об этом не думала, но глядя на эту карту, понимаю, что мне реально надо изменить свое отношение к обиде. Следующая карта. Где мне взять ресурсы? Взяла в закрытую, открывает в открытую. Вижу детей на карусели. Ага, жизнь как карусель, говорит Илона. Я уже выросла, а продолжаю ехать на детской карусели. И я сейчас подумала, что действительно бегаю по кругу из-за своей обиды и не могу вырваться. Может, действительно все объяснимо? Ведь сестра младшая в семье. Она родилась очень болезненным ребенком. И мама ей уделяла больше времени. Это естественно. И я сейчас подумала, что я бы, наверное, сделала то же самое. Но когда я в детстве ревновала, это понятно, но до сих пор ревную, было откровение. Ну и дальше интересно посмотреть, а что же будет с обидой моей, если все-таки я вот эти открытия пойму и закончу, наконец, вести себя как маленькая. Она вскрывает карту, да, в закрытую тянет, вскрывает и говорит, вот это да, это значит моя обида просто замерзнет. Я все поняла. И знаете, что удивительно? Самая сильная карта из всего расклада для меня оказалась – это карусель. Не хочу все время бегать по кругу и скакать на детской лошадке. Пора сходить. Вот такая вот у нас получилась, как мне кажется, растаяла реально. Или растаяла, да? Два варианта. Или замерзла, значит она никуда, или она растаяла. Здесь мы уже идем за клиентом. И здесь уже, что здорово. Вот действительно здорово, и мне тоже очень понравилось. Я вот на такие консультации, да, но когда не совсем понятно, вы же не сидите передо мной, согласись, дистанционно вообще достаточно сложно. Но вот когда рассказываешь консультацию по картам, то вам абсолютно все понятно. То есть четыре очень простых шага. Буду рада, если попробуете, потому что в принципе-то нет ничего сложного, да. Достать все, расскажи о своей обиде. Все-таки мы же к чему идем? К тому, чтобы либо с ней остаться, либо от нее отойти. Достань два своих состояния. Достань, что тебе сделать, где взять ресурс и что из этого получится. Все. Все. Больше ничего нет. И остается три минуточки. Покажу еще одну простую технику, но она хорошая. Она хорошая. Вот эти вот карты, это наши украинские тоже коллеги сделали. Кто же я называется? Берите любые. Хотите, охи берите. Но для меня здесь классно, потому что вот черные вопросики, это типа такой негативчик, а белые вопросики, это уже как бы позитивчик. Вот там и карты так вот расположены, и так на них написано, что так и есть. Значит, в закрытую. Я прошу в закрытую достать шесть карт на шесть вопросов. Вопрос первый. Что ты мне сделал, да, за что я на тебя обиделся, да, вот что ты мне сделал. Следующее. Вот что мне пришлось пережить. Вторая карта. Третья карта. Вот как это повлияло на мою жизнь. Это как бы такой негативчик. А потом берем из ресурсной колоды, да, из этой же колоды ресурсные карты. Вот что я жду от тебя. Вот что мне действительно надо от тебя ждать. И где взять ресурсы. Еще раз повторюсь. Итак, первый вопрос. Вот что ты мне сделал. Второй вопрос. Вот что мне пришлось пережить. Третий вопрос. Вот как это повлияло на мою жизнь. Четвертый вопрос. Что я от тебя жду. Пятый вопрос. Что мне действительно надо от тебя ждать. Ну и шестой вопрос. Где мне на это взять ресурсы. Все просто. И после этого мы просто с вами вскрываем. И получается мега суперская вещь. Смотрите тут. Что ты мне сделал, да. А сделал ты мне. Ты меня обманул. А действительно у меня была клиентка, которая обманула подруга. Естественно, она и загуляла с ее мужем. В основном только с этим приходит. Если вещь какая-то подруга. Вот ты меня обманула. Та-та-та-та-ты. Вот это ты мне сделала. Да. Следующий у нас вопрос был. Что мне пришлось пережить. Вот видите слово отражение. И вдруг она мне говорит. Вы знаете. А ведь я-то своего мужа увела у другой подруги. Ничего себе у вас тут такие вариантики. Ага. Поговорили об этом. Следующий у нас с вами был вопрос. Как это повлияло на мою жизнь. Смотрите написано. Инстинкты выживания. Она говорит. Ну да. Мне пришлось пойти на новую работу. Муж перестал меня обеспечивать. Наверное это и хорошо. Уже она думает. Что я жду от обидчика. Смотрите. Она ждет удовлетворения через помощь. Да. То есть она вообще ждет, что ей кто-то поможет. В чем? В том, что у тебя загулял муж с подругой. Классика жанра. Никто тебе не поможет. Почему ты подругу впустила в свою семью? Нечего тут ждать. Правда? А что же нужно действительно ждать? Посмотрите. Трезвый взгляд. Подумай, почему это произошло. Что ты сделала не так? Почему муж ушел к подруге? Почему всех винишь? Обговорили это. Ну и последнее. Достали замечательную карту. Сейчас достану. Погодите. Ресурс. Вот он-то. Труд, успех, победа. Ну даже удивительно. Да, вы видите, мы же в закрытую тянули. В чем ресурс? И кстати, мы вот на этих трех словах, труд, успех, победа, мы очень здорово так подзависли. Потому что мы и о труде говорили, что ей сейчас надо сделать. Да, и очень простая, вот совсем простая техника. Я же говорю, я ленивая. Мне вот колода называется «Кто же я?» Украинская колода. Да, я сложной вообще ничего не могу. Если мне сложно, а клиенту тем более будет сложно. Все должно быть абсолютно понятно. И вот труд, успех, победа, конечно, труд. Труд выбираться из этой ситуации, когда тебя предали. Но если ты готов, обязательно будет успех. Это обязательно победишь. Вот, друзья мои, что успела вам сегодня рассказать. Очень рада, что вы были. Рада, что у нас с вами, да, все получилось. Вот, значит, сразу же хочу вас предупредить. Так как у нас здесь тоже же мы на этом семинаре, вебинаре, вернее, говорим про онкологические. Имейте в виду, в том, который вебинар у нас будет по онтопсихологии, будут повторы. Я буду рассказывать об исцеляющих сказках. И я, конечно, буду рассказывать о тех техниках, которые мы применяем с онкобольными. Поэтому, пожалуйста, посмотрите внимательно программы, чтобы вам не пришлось, ну, по новой, да, вот еще. Ну, я, конечно, понимаю повторением от учений. Но все-таки, чтобы не получилось хрустрации, что вы опять услышите что-то такое, что уже слышали. Очень вам благодарна, отползаю, хорошего вам вечера. Сегодня вы уже технику какую обещали. Большое спасибо и надеюсь, что я вас еще увижу на наших следующих вебинарах. Всего доброго, до свидания. Уважаемые участники, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я сейчас расскажу, как получить сертификат и пройти дальнейшее обучение у Виктории Анатольевны Голобородовой. Так, сейчас будьте на линии в эфире, и я покажу вам, какие у нас есть сертификаты красивые и какая будет программа. Итак, 13-19 сентября прошли гостевые вебинары. Первый гостевой вебинар 13 сентября вы можете посмотреть по ссылочке, которая сейчас вам пришла в чате. И здесь же завтра будет вебинар размещен этот, который только что был. Техники, пробиды и все, что сегодня рассказывала Виктория Анатольевна. 27 сентября, 28 сентября, 29 и 30 сентября, 4 дня по 2 часа будут следующие техники. Будет работа и сказкотерапия, исцеляющие сказки, и техники работы с МАК, и с Мандалами, и про Эриксоновский гипноз, при лечении стрессов и негативных эмоций, и также терапия цветы Баха. Документ об окончании онлайн-курса будет сертификат Центра дополнительного образования, «Человек», который называется, и вы можете еще сегодня зарегистрироваться, получить скидку. Вы можете сделать предоплату, и тогда у вас сегодня до 24.00 останется сумма со скидкой за данный курс. Если вы берете пакет А, только участие в онлайн-курсе, это 6.900, если пакет Б, участие, записи, сертификат 8.900, и пакет С, плюс раздаточные материалы и консультация тренера 9.900. Акция действует сегодня до 12.00 ночи, поэтому вы можете, например, сделать предоплату, можете 900 рублей сделать предоплату, или 1000 рублей, или 500, сколько захотите, и тогда у вас останется акционная цена, и потом до начала курса, до 27.00 вы можете оплатить весь курс. Если вам неудобно время, вам может быть неудобны даты, то вы можете приобрести уже готовые записи. У нас этот курс был в эфире, и есть записи вебинаров. Вы можете получить либо записи, оплатить 6.900, либо записи с материалами и сертификатом 8.900. Можете нажать на кнопочку, и у вас здесь будет оформить заказ. Вы можете выбрать любой способ удобной оплаты. То есть уже тоже из любой стороны вам будет удобно. Либо сделать предоплату, если вы хотите участвовать в курсе, либо всю тоже оплату за участие в онлайн-курсе. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, мы сейчас на связи, ответим на ваши вопросы. А если есть еще какие-то вопросы по оплате из другой страны, или другая валюта, или какой-то нужен счет, или документ тоже, то вы можете написать мне в скайпе, Катерина ПС, или в фейсбуке, и я тоже проконсультирую вам, дам ссылочки, которые необходимы, отвечу на ваши вопросы. Вот можете меня здесь найти. Вот, в принципе, все прекрасный курс, прекрасные техники у Виктории Анатольевны замечательные. Поэтому участвуйте, не пожалеете. Это первое. И второе. У нас есть уже записи готовых различных курсов, которые провела Виктория Анатольевна Глобородова. И вы можете любой из курсов тоже выбрать. Здесь есть и метафорические ассоциативные карты в работе с паническими атаками, и этот курс, который сейчас идет, и практическая психология, партнерских отношений, МАК, консультирование, а также есть сказкотерапия в консультировании детей и взрослых. Есть метафорические ассоциативные карты в консультировании просто, и есть карты и элементы коучинга, психологические консультации. То есть любую из записей вы можете в таком же формате, как сегодня Виктория Анатольевна провела вебинар, в таком же получить все записи на e-mail. Это не диски, которые будут вам присланы на почту, например. Сейчас у многих нет для дисков дисководов, поэтому в компьютерах, ноутбуках. Поэтому это будут записи, которые вы сразу получите после оплаты. И материалы, если вы заказываете, вам тоже Виктория Анатольевна пришедет. Что такое материалы? Это описание всех техник подробно, с картинками, с вопросами, зачем, что. То есть просто клад работы практически вберите и делайте сразу с клиентами применять. Поэтому рекомендуем, конечно, все, может быть, приобрести курсы, кто будет 2-3 покупать, для тех будет скидка. Если хотите на курс пойти, который сейчас был, тоже регистрируйтесь. В принципе, лучше, я считаю, что до сегодняшний день нет в интернете. Поэтому всем рекомендую. С удовольствием будем рады вас видеть в наших группах и в социальных сетях, и также на вебинарах. Тогда все. Будем завершать на сегодня. Вот такие вот у нас есть пакеты. Вы можете посмотреть, почитать еще раз по ссылочке. Я пришлю. Здесь. Да. Шикарные курсы. Спасибо большое, Этери. Этери у нас обучалась. Виктория Белобородова. И по этой ссылке, МАК, которая заканчивается, здесь все записи. Вы можете все посмотреть. И, кстати, вы, когда переходите по ссылкам, любую, в которую вы в запись попадаете, там есть обязательно две записи гостевых вебинаров. То есть там тоже есть техники. Смотрите, применяйте, записывайте все для себя. Поэтому материалы отличные, в свободном доступе. Удачи вам, прекрасных клиентов. И всего самого-самого наилучшего. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok